Прошедшая неделя была чрезвычайно насыщена событиями, событиями разнообразными, разноплановыми. Конечно же, многие из них крутились и вокруг коронавируса, и вокруг бушующего в стране финансового кризиса. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с кадровых перестановок в правительстве Республики Башкортостан. Их на этой неделе было две, по крайней мере, существенные. И обе перестановки коснулись руководителей комитетов правительства Республики Башкортостан. Борис Николаевич наконец-то покинул руководство комитета по печати и средствам массовой информации много-много лет еще от Хамитова. Боря руководил этим комитетом, тихо, мирно, никого не трогал. Болотистая и достаточно сытная жизнь закончилась для Бориса Николаевича. Было бы полезно понять, в связи с чем произошло это изменение, потому что, казалось бы, никаких предпосылок для этого не было. В комитете не было никаких скандалов, никаких разборок. Более того, Борю в последние полтора года успешно и надежно крышевал Мурзагулов, который тоже у той же кормушки где-то находился. Но, тем не менее, случилось страшное. Борю сослали руководить очень далеким горным районом. Зилаирский район теперь возглавит Борис Николаевич Мелкоедов. Это отдельно стоит обсуждать, потому что выбор района, на который был поставлен Борис Николаевич, он наверняка был не случайным. Район горный и отдаленный. Это один из самых малонаселенных районов республики. В нем проживает всего 15 тысяч человек. 15 тысяч человек – это чуть меньше, чем живет в том жилищном комплексе, в котором проживал сам Борис Николаевич. Это неожиданная ссылка. Нужно понять, почему она случилась. Я перебрал в голове все возможные причины того, чтобы это произошло. Тут, конечно, и предположение о том, что вот этот недавний заход Бориса Николаевича в попытке захватить контроль над наружной рекламой отлетел ему вот такой реакцией со стороны руководства. Ну, это была, конечно, запредельная наглость взять и под прикрытием нужд социальной рекламы попросить право регулировать вообще всю рекламу в республике. Либо это, конечно, вторая версия, и она касается неудачного, провального проекта по реконструкции и реструктуризации дома печати. Мы помним, что больше года назад затеялась эта история. Она была очень распиарена. Хабиров стучал по столу кулаком, говорил, что мы не отдадим дом печати врагу там и так далее, и так далее. И вот эта реструктуризация как раз и была поручена Борису Николаевичу, потому что это его подведомственное хозяйство. Но в течение года Борис Николаевич задачу выполнить не смог. Так и не удалось отстоять здание дома печати, не удалось собрать вот эти все СМИ в одну кучу, в один единый холдинг под одной единой крышей и так далее, и так далее. В общем, вот эта версия, конечно, очень вероятна. Потому что, ну, все, что делается там вот в этой компании мелкоедов, мурзагулов и ежесними, это, конечно, все в сторону денег, в сторону личной выгоды и никак не в сторону пользы для ведомства. Соответственно, крайним стал Борис Николаевич. Очень смешно, конечно, то, как будет выглядеть руководство Зилаирским районом со стороны Бориса Николаевича Мелкоедова. Мне было бы очень любопытно, как он на своем итальянском мотоцикле Дукатти будет ездить по горам Зилаиры, как к нему отнесутся местные жители. Но Зилаирский район сегодня еще раз будет упоминаться в нашей передаче в связи с Ленарой Хакимной Ивановой, но, тем не менее, вот эта вот забавная комбинация, я думаю, что мы к ней еще вернемся. Вторым существенным кадровым изменением в правительстве стало назначение на пост руководителя комитета по внешнеэкономическим связям Республики Башкортостан. Мы помним, что Руслан Мирсояпов, который руководил этим ведомством, ушел с своего поста, и нынче он вообще как-то так переместился в сторону федеральной службы и является представителем Российской Федерации в Азербайджане. Но свято-место пусто не бывает, и внезапно на пост руководителя этого комитета назначают никому неизвестную 26-летнюю девушку Маргариту Болочеву. Москвичка, девушка с блестящим образованием, причем образование настолько блестящее, что вызывает даже некоторые вопросы, потому что на самом деле она всю свою жизнь училась. Она закончила МГУ, высшую школу экономику, аспирантуру МГУ журфака она закончила буквально полтора года назад, до сих пор еще учится на каком-то там дополнительном образовании обучения, ни разу не работала на госслужбе, ни дня не работала в реальном секторе, ни дня не работала на предприятии. Тем не менее, Маргарита Болочева, блистательная красавица, москвичка и умница, заняла вот этот пост. Я пока не буду присоединяться к тем, кто уже начал ерничать и иронизировать по поводу скрытых талантов этой девицы, но дождемся результатов, посмотрим. Хотя, конечно, учитывая конъюнктуру и ситуацию сейчас, о каких-то серьезных внешнеэкономических связях, наверное, говорить вообще не приходится, потому что у нас из Уфы уже даже и самолеты за рубеж не летают. Так что, ну, с другой стороны, у Маргариты будет возможность, ну, каким-то образом модифицировать свое ведомство, навести в нем порядок, наметить какие-то там пунктиры и ориентиры. Посмотрим, не будем забегать вперед, посмотрим, что нам сможет дать нам, как республике, нам, как гражданам этой республики, вот эта девушка из Москвы со своим блестящим образованием и более чем блестящей внешностью. Напомню, что ровно неделю назад, в предыдущую субботу, Ирик «Подними задницу» Сагитов прибыл в бассейн, в котором работала Оксана Савченко, нагрубил, нахамил, кричал, чтобы она подняла задницу и подошла к начальству. В общем, вот с этого все началось. Савченко не оставила это без внимания, сделала заявление в медийных пространствах, в Ютьюбе, дала массу интервью, все это напечатали в федеральной и региональной прессе. Конечно, скандал был до небес. Ирик Сагитов некоторое время отмалчивался, потом попытался извиниться через помощника. На прошедшей неделе Оксана Савченко пришла в студию «Эхо Москвы» и дала интервью о том, что она, конечно, разочарована отсутствием реакции Хабирова. И действительно, все мы ждали на оперативке, что какое-то упоминание об этом будет. Посыпались предложения, и, собственно, Оксана Владимировна вполне себе восприняла, например, мое предложение о создании некого комитета комиссии по этике для чиновников Республики Башкортостан. И все мы ждали, что Хабиров, ну, нечто подобное учинит, учредит. Я не требую, чтобы он там делал под диктовку или еще что-то, но на самом деле мысль была, на мой взгляд, здравая. Но, тем не менее, на оперативке никак не была озвучена эта ситуация. Отважный воин, подними задницу Сагитов, сидел в центре зала на оперативке и никак в ней не участвовал, и не был ни упомянут, ничего. Савченко возмутился этим в эфире «Эхо Москвы». И история заканчивается тем, что Ирик Сагитов пригласил Оксану Савченко к себе в кабинет, торжественно лично извинился перед ней, правда не применил упомянуть, что он извиняется по поручению. Радио Хабирова и Андрея Назарова. То есть, ну, звучало это так, что если бы они ему не поручили этого сделать, то он бы ни за что, конечно, на свете не поступил со своей офицерской честью и перед какой-то там восьмикратной олимпийской и паралимпийской чемпионкой извиняться бы не стал. История так и останется постыдной страницей в истории башкирского правительства. Ирик, подними задницу Сагитов, навсегда сохранит за собой это народное прозвище. Ну, в общем-то, не смог человек выйти достойно из этой ситуации. Я не считаю, что человек носит вот эту офицерскую честь и либо честь, либо вот такое поведение, но, как говорится, это все остается при нем. Впрочем, история скандала Сагитова и Савченко имела и некие побочные эффекты, которые, наверное, были бы полезны даже для анализа. Я говорю о том, что в процессе обсуждения вот этой возмутительной ситуации стали всплывать другие истории про других чиновников. Оказывается, не только Сагитов регулярно ведет себя вот так в подведомственных ему заведениях, но и многие другие чиновники. В частности, мне прислали одну замечательную историю про другого вице-премьера нашего правительства, Ленару Хакимовну Иванову. Оказывается, Ленара Хакимовна не чужда такому же байству и барству, что и Сагитов. Ну, она, конечно, не кричит о том, чтобы все подняли задницу и подбежали к ней, но зато она имеет райдер. Выезжая в районы, Ленара Хакимовна абсолютно категорически требует, чтобы на месте прибытия в какой-нибудь район, например, Зелоирский, ее обслуживал персональный парикмахер, и у нее был обязательно предоставлен ей бассейн. Вот такая спортивная у нас вот вице-премьер Иванова, но именно в Зелоирском районе, в которой по стечению обстоятельств теперь назначен руководить Борей Мелкоедов, с Ленарой Хакимовной приключилась незадача. Парикмахера там, конечно, худо-бедно нашли, но вот бассейна в Зелоирском районе не оказалось. На что госпожа Иванова заявила, что ее это категорически никак не волнует, и бассейн предоставлен должен быть. В итоге, как рассказывали мне в администрации Зелоирского района, Ленаре Хакимовне пришлось арендовать частный бассейн какого-то местного, как они выразились, новориша, который, видимо, где-то там при бане бассейн имеет. И, в общем, Ленар Хакимовна все равно утолила свой райдер. Вообще вот эти вот возмутительные выходки наших чиновников, которые в основном, конечно, присутствуют где-то на периферии, потому что в городе они себя так вести не смеют. Иной раз столкнешься на улице, скромнейшего вида гражданин идет, какой-нибудь министр или вице-премьер, пальцы не растопыривает, значит, из пистолета воздух не палит, а вот стоит им выехать куда-нибудь в деревню, где, ну, традиционно процветают вот это вот преклонение перед большим начальством, вот во всю мощь разворачивается вот это байство. В общем, Ленар Хакимовне нехорошо. Нехорошо вы поступаете, не нужно этих бассейнов, не надо этих парикмахеров. Взяли с собой расческу, фен, влажные салфетки, и все будет хорошо. Несомненно, что самой знаменательной датой уходящей недели был день рождения дорогого руководителя республики Радия Фаридовича Хабирова. 56 лет стукнуло мужчине, кому положено, бесновались и радовались, все остальные поздравляли. Отмечу одну неприличную историю, которая случилась в связи с днем рождения Хабирова. Надеюсь, что сам он не имеет к этому никакого отношения. Я имею в виду то бессовестное попрошайничество и вымогательство, которое предпринял Мурзагулов, пытаясь сделать приятное своему начальству. Вообще, в последнее время Ростислав Равкатович, конечно, выворачивается наизнанку, лишь бы доказать преданность и нужность своему начальству, но начальство обоснованно начинает во всем этом уже сомневаться. Потому что столько гадостей и пакостей он уже успел совершить в адрес Хабирова. Я уж не говорю про вот эту девчонку Корене, каковой именует Мурзагулов жену Хабирова. Хабиров относится к Мурзагулову в последнее время с должной брезгливостью, но Мурзагулов не угомонился. Так вот, что он сделал к дню рождения Хабирова? Он стал советовать настоятельно в социальных сетях сделать подарок Хабирову в виде перечисления в благотворительный фонд «Иман». Ну, вообще, очень оригинально. Да, раньше у нас был фонд «Мархамат» жены Хамитова, теперь, значит, фонд «Иман» Мурзагуловы. Ну, как-то ничего нового под луной. Напомню, что этот фонд – это довольно странная организация, которая за более чем год существования не смогла собрать более миллиона рублей в свою благотворительную копилку, чтобы не делали вот эти вот паяцы, которые приплясывают вокруг этого заведения, ничего не получается. Ахмадинуров обещал, что все члены «Единой России» в едином порыве пожертвуют копейку, значит, в этот фонд «Иман». Но не тут-то было. «Единая Россия», как говорится, такой фигней не проймешь, и денег из нее выбить почти невозможно. В общем, конечно, довольно постыдная эта история с вот этими призывами присылать Мурзагулову квитанции, что вот мы там в день рождения любого любимого вождя, значит, пожертвовали однодневную зарплату или там еще что-то в этот фонд. В общем, конечно, картинка была отвратительная. Плавно переходим к проблеме коронавируса. Пожалуй, что центральной проблеме, которая занимает все цивилизованное человечество, слава богу, в Башкирии до сих пор не зафиксировано, официально не зафиксировано ни одного случая заболевания этой опасной болезнью. Однако Башкирия активно готовится, как метко выразился Радий Фаридович, к встрече коронавируса. В минувший понедельник на оперативке Хабиров огласил свой указ с многими-многими пунктами о подготовке к встрече коронавируса. Указ содержал огромное количество пунктов, которые касались и запрета на выезд чиновников за рубеж, и ограничения командировок для чиновников, и всевозможных карантинных мероприятий для школьных, дошкольных, медицинских учреждений. Достаточно подробно прописано, что кому нужно делать, что запрещается, что не приветствуется, что должно быть ограничено. В частности, конечно, в первую очередь ограничивались и массовые мероприятия, и всевозможные события, которые сопровождаются большим стечением народа, детей, взрослых и так далее. Как на это все отреагировали подчиненные Хабирова? Формально все взяли под козырек и отправились исполнять. Тут же собрали эти смехотворные брифинги, что-то там начали на них бубнить, но вот на деле стало происходить совсем иное. У меня есть три кейса, о которых мы можем поговорить, чтобы конкретно иллюстрировать, как чиновничество и бюджетная сфера республики среагировало на указы Хабирова и в какой степени они исполняются. Первый кейс касается элитной школы, 39-й школы города Уфы. В этой школе происходят странные вещи. Во-первых, на неделе там была замечена бригада эпидемиологической службы. На вопросы родителей, обеспокоенных родителей и жителей окрестных домов, что происходит, сначала не отвечали ничего, а потом сказали, что тут какая-то, значит, там, ну не вспышка, а, значит, случай заболевания коклюшем среди детей. Странно вообще. Далее, достоверно известно, что одна из учительниц 39-й школы вышла на работу через неделю после возвращения из Австрии. Известно, что все европейские страны признаны странами риска, и вернувшиеся из этих стран должны пройти добровольный карантин 14 дней, даже если они не болеют. Учительница выходит на контакт с огромным количеством учеников и своих коллег через неделю после возвращения из Австрии, и директор Айгуль Ганиева доподлинно об этом знает. И третье событие, которое произошло в 39-й школе, которое, ну, на самом деле возмутило родителей до глубины души, это то, что уже после указа Хабирова о запрете ограничений на всевозможные мероприятия, в школе проводятся мероприятия с участием детей и пенсионеров. Там что-то кого-то как-то чествовали, я не понял, о чем шла речь, то ли ветеранов, то ли каких-то, значит, заслуженных сотрудников, работников. Ну, в общем, дети танцевали и пели, а заслуженные пенсионеры сидели, это все слышали и, естественно, были в контакте между собой. То есть вот это особенно недопустимая вещь. Дети как носители, пенсионеры как основная группа риска. Все вот эти три события произошли в одной 39-й элитной гимназии города Уфы. Второй кейс по коронавирусу – это район Республики Башкортостан. И конкретно Архангельский район. В адрес главы Архангельского района Ильшата Аминева в последнее время раздается масса критики. В том числе критика из уст главы Республики прозвучала на этой неделе, когда выяснилось, что в школах этого района детей кормят какой-то совершенно непотребной баландой. Хабиров вспылил, потребовал Аминева явиться на ковер, отчитаться и объясниться. Но господин Аминев благополучно отбыл, причем отбыл во Вьетнам. Вот этого я не понял совсем. Ну ладно, может быть это синхронизировалось так, что уже давно было спланировано, но как он мог вообще уезжать из района в такой опасный напряженный период? Как он мог уезжать во Вьетнам, зная, что вернувшись из Вьетнама, ему придется 14 дней, как минимум 14 дней пробыть в карантине, то есть не руководить районом. Такой запредельный уровень безответственности со стороны руководителя, собственно, целого района, это абсолютно необъяснимо, иначе как абсолютно наплевательством на мнение Хабирова, на его указы, на его распоряжение, ну и в общем-то каким-то совершенно запредельным бесстрашием. Посмотрим, каким образом сложится дальше судьба господина Аминева, каким образом будут расценены вот те претензии жителей Архангельского района, и в том числе в адрес питания для школьников. Кстати говоря, вот историю с питанием в школах Архангельского района попытались свалить на директоров школ. Но тут, конечно, прямая ответственность руководителей районов, и Хабиров об этом многократно говорил. Соответственно, когда господин Аминев вернется из Вьетнама, отбудет свой 14-дневный карантин, ему все равно придется отвечать перед главой республики, и я думаю, что держать ответ ему будет очень непросто. Третий кейс по коронавирусу – пресловутые маски. На прошедшей неделе, 17-го числа, Ленар Хакимовна Иванова торжественно объявила о том, что у нас в Башкирии развернуто массовое производство масок, спасающих от коронавируса, причем на базе мощностей государственного унитарного предприятия «Агидель». Это такое промысловое предприятие, которое делает вообще всякие красивые лаковые коробочки, матрешек, куклы в башкирских костюмах, ну, в общем, сувенирку, и почему-то они решили шить маски. Дальше вот эта пафосная, героическая новость стала обрастать подробностями, и подробности эти были очень печальные. Во-первых, мощности этого предприятия оказались весьма сомнительными, прямо скажем, скромными. Полторы тысячи масок в день способны выпускать вот это губ-агидель. Если пересчитать на взрослое население республики, то получится, что, чтобы обеспечить каждого жителя республики одной маской, губ-агидель понадобится пять с половиной лет. Боюсь, что либо коронавирус убьет всех жителей Башкирии к этому времени, либо он уже будет побежден к этому моменту. В общем, конечно, прямо скажем, новость оказалась фейковой. Уже 19-го числа, после того, как аплодисменты стихли, и выяснилось, что все маски реализуются через сеть государственных аптек Башформация, оказывается, оказалось, извините за тавтологию, что маски нужно сертифицировать. И никакой сертификации эти маски из губ-агидель не прошли. Получается, по факту, что через сеть государственных аптек Башформация силами Ленар Хакимовны Ивановой были реализованы тысячи масок, несколько тысяч, по крайней мере, масок, которые не были сертифицированы. Защищают они от тех бактерий, от которых должны защищать, или не защищают. Выполнены они по ГОСТу или не выполнены, никто не знает. Соответственно, через государственную сеть аптек была продана сомнительная продукция. Это, пожалуй, что повод для расследования. Ну, если можете, я обращаюсь к прокуратуре, считайте мое обращение официальным обращением, запросом и просьбой, требованием граждан проверить деятельность губ-агидель как поставщика, вашей фармацеи как реализатора, а госпожи Ивановой как инициатора вот этой всей деятельности. Можно ли это расценивать как вредоносную деятельность, и был ли нанесен действительно риск гражданам, которые воспользовались этими масками, мы не знаем, потому что маски не прошли сертификацию. Хотя бы так. В общем, это пока все новости по коронавирусу. И, кстати говоря, слава богу, слава богу, что у нас нет, повторюсь, заболевших, слава богу, что незначительное количество людей сейчас находится на обследовании по подозрению с этой болезнью. В общем, с тревогой ожидаем развития событий. Довольно забавная история приключилась на этой неделе опять с Риммой Бойцовой. Римма Юрьевна Бойцова, руководитель комитета по поддержке предпринимательства Республики Башкортостан, опять опростоволосившись и опозорившись на правительственном докладе на оперативке в понедельник, опять она долго и нудно рассказывала о том, как она творчески потратит, в кавычках, распилит 1 миллиард и 400 миллионов. Видимо, была недовольна той реакцией, которая последовала за этим со стороны омбудсмена по бизнесу Асадулина, который прямо на заседании правительства опроверг Римму Бойцову, назвал ее фактически обманщицей, потому что сказал, что ее цифры статистики недостоверны. Так вот, Римма Юрьевна, чувствуя, что теряет равновесие и позиции в правительстве, ринулась в СМИ. В частности, она примчалась в студию «Эхо Москвы». Вообще, это становится симптоматично в последнее время. Туда регулярно прибегают те, кто чувствует, что что-то у них неладно с карьерой. Там Мурзагулов, значит, чего-то блеял в последний раз. Теперь, значит, примчалась Римма Бойцова. Вообще, «Эхо Москвы» становится неким таким отстойником для увядающих чиновников Республики Башкортостан. Так вот, что нам поведала госпожа Бойцова в эфире «Эхо»? Она категорически опровергла достоверность данных, во-первых, Федеральной налоговой службы, а во-вторых, Федерального реестра малого и среднего предпринимательства о количестве предпринимателей в Башкортостане. Римма Юрьевна упорно настаивала, что только ее, взятые с потолка цифры, можно считать достоверными. «Никакая Федеральная налоговая служба, никакие другие федеральные органы знать не знают, сколько у нас предпринимателей в Республике Башкортостан и как они счастливы под крылом Ирма Юрьевны. А все остальное грязные наветы», – так заявила госпожа Бойцова. В общем, конечно, слушать это было особенно смешно. И, на самом деле, для меня стало абсолютно уже очевидно, что эта мадам категорически непригодна для использования в тех целях, которых ее сейчас используют в правительстве. Может быть, ей найдется другая роль. Может быть, ей можно найти какой-нибудь отдаленный горный район, чтобы ее туда сплавить или доставить каким-нибудь средством грузовой авиации, но, тем не менее, точно ей не место в правительстве Республики Башкортостан. Я полагаю, что Хабирову пора об этом задуматься. Ну и абсолютной вишенкой на торте в выступлении Бойцовой на эхе Москвы была ее фраза о бизнес-омбудсменах, о которых она не применила упомянуть. Она же их курирует. Так вот, цитирую дословно, что сказала Бойцова о бизнес-омбудсменах. «Бизнес-омбудсмены пошли в поля и опустились до людей». Конец цитаты. Ну, понимаете, да? Какого мнения госпожа Бойцова о людях, о бизнес-омбудсменах, о полях? Ну, вот это вот совершенно четко иллюстрирует мадам Бойцова. Как я и обещал, я не оставлю своим вниманием наше замечательное, прекрасное предприятие «Башспирт» и буду внимательно следить за всеми событиями, которые с ним связаны. На прошедшей неделе мне стала известна одна пикантная подробность, связанная с строящимся в Булгаково заводом, заводом «Башспирта», который там возводится и вот уже вот-вот скоро будет, наверное, готов. Хотя тут возникает несколько вопросов. Дело в том, что в конце января 2020 года арбитражным судом Республики Башкортостан было принято решение о незаконности выделения участка, на котором построится этот завод. История здесь, конечно, старая. Еще при господине Князеве, в том самом менеджменте, о котором я говорил в пресловутом ролике, о котором мы сейчас судимся с «Башспиртом», так вот, при Князеве произошло получение этой земли у властей Уфимского района. Некое государственное предприятие продает «Башспирту» сначала гараж на окраине Булгакова, а потом «Башспирт» за 50% кадастровой стоимости выкупает участок, на котором стоит этот гараж. Знакомая, правда, ситуация? Именно по этой ситуации сейчас пытаются судить господина Гурьева. Именно по этой ситуации был суд и решение суда в отношении СУ-10 в центре Уфы, когда участок земли был возвращен и так далее, и так далее. И именно такая же ситуация происходит сейчас с землей «Башспирта». Так вот, «Башспирт» купил гараж, который фактически располагался на территории в 10 раз меньше, чем та земля, которая была пристегнута к этому гаражу. 13 гектаров земли. Зачем столько много, я не знаю, но тем не менее так случилось. Прокуратура Республики подает в суд исковое заявление о том, что участок несоразмерно велик и выделен незаконным порядком. Суд рассматривает дело и признает, что участок был выделен «Башспирту» незаконно. Обязует Уфимский район вернуть 3 миллиона с небольшим, которые были заплачены за этот участок. Обратите внимание, 13 гектаров земли. И теперь земля фактически и автоматически, кстати говоря, по решению суда, возвращается в собственность Уфимского района. Примечательно, что прокуратура не выдвинула никаких окончательных требований по привлечению виновных. Прокуратура не обвинила почему-то Угарова, как Гурьева, в том, что он преступным образом выделил «Башспирту» эту землю. Что теперь будет с этим заводом и на каких основаниях он там будет находиться, потому что завод не введен в эксплуатацию, а гараж уже снесен. Соответственно, тут, конечно, очень много вопросов. Пикантная ситуация. Ситуация, характеризующая манеру хозяйственной деятельности, которая практикуется в предприятии «Башспирт». Как теперь господин Нагуманов и его верный помощник Стрижнев будут выходить из этой ситуации, пока непонятно. Ну, каким-то образом, наверное, будут выходить. Ощущается некая лояльность со стороны и прокуратуры, и арбитражного суда к «Башспирту», потому что не были приняты ни к Угарову, ни к Нагуманову, ни тем более к этому пресловутому Стрижневу никаких карательных мер, никого не обвинили в том, что они каким-то таким совершенно непонятным образом приобрели эту землю, просто повелели землю вернуть обратно. Но, тем не менее, ситуацию надо разруливать. Теперь нужно как-то узаканивать расположение на этой земле строящегося завода. Не знаю, насколько эта ситуация связана с тем конфликтом, который существует между «Башспиртом» и «СУ-10», который строит этот завод, но будем наблюдать. Коль скоро мы заговорили о «Башспирте», о «Гурьеве», конечно, надо поговорить о «Коммерсанте». Тот неприятный осадок, который остался у нас после вот этой странной, поспешной и, надо сказать, абсолютно заказной публикации «Коммерсанта» о конфликте «СУ-10» и «Башспирта», этот осадок удваивается, утраивается от тех публикаций, которые случились на прошедшей неделе. Я говорю об абсолютно недостоверной, абсолютно ложной публикации «Коммерсанта» в отношении Евгения Гурьева. На прошедшей неделе вышла публикация «Коммерсанта», в которой «Черным по белому» было написано, что суд продлил домашний арест Евгению Гурьеву до какого-то апреля. На самом деле это неправда. Это недостоверная фейковая информация, которую подает зарегистрированная формальная СМИ. Вот мое официальное заявление. На самом деле последнее заседание по мере пресечения в отношении Гурьева приняло решение о снятии с него домашнего ареста. То есть «Коммерсант» и Наташа Павлова, ну как руководитель этого СМИ, нагло наврали. Вот это вот я произношу медленно и абсолютно отчетливо. Конечно, неизбежно падение качества СМИ, как только оно ложится плашмя под какие-то властные структуры либо коммерческие организации. Этим, наверное, можно объяснить то, что происходит сейчас с «Коммерсантом». Вот это вот то, что раньше было независимым СМИ, ну хотя бы относительно независимым СМИ. У нас здесь в Башкирии превращается в некую сервисную службу для определенных экономических и финансовых групп. В общем, конечно, по-человечески Наташу понять можно. В том смысле, что, как говорится, есть определенные потребности, они очень давно и долго не удовлетворяются. В общем, время идет, жизнь продолжается, детей много, и есть всякие разные нужды. Но тут, конечно, можно ведь поговорить о пафосе, с которым это издание всегда заявляло о том, что оно там независимо, что оно объективно, что оно действует только там согласно документам и решениям. И вот, Натя, такая история. Повторюсь, падение качества издания «Коммерсант», конечно же, абсолютно объяснимо в условиях, когда издание пересматривает свои подходы к объективности, к честности, к правилам подачи информации. На прошедшей неделе в почте нашего канала было очень много Бешбулякского района. Ну, вот так бывает. Это, наверное, следствие того, что мы пошли в районы, начали заниматься вот этой районной проблематикой, очень довольны тем, что люди откликаются. Но наряду с этим призываем другие районы присылать нам свои материалы и свои интересные истории. Так вот, что случилось в Бешбулякском районе на прошедшей неделе? Там было два кейса. Первый – это остановка. Жители Бешбулякского района до глубины души возмутила автобусную установку, которую смонтировали там у них в районе. Собственно, что такое автобусная остановка? Это некий набор бетонных плит, странным образом между собой, значит, скрепленных, и оцененных местной администрацией в четверть миллиона рублей. Даже беглого взгляда довольно для того, чтобы понять, что на этой конструкции никак не может стоить 250 тысяч рублей. И местные жители, которые на самом деле имеют весьма скромные доходы, конечно, до глубины души этим возмущены. А второй кейс – это опрос. Неожиданным образом в крупнейших группах контакта в Бешбуляке, вот этой группе, подслушанных в Бешбуляке, прошел опрос жителей и участников этой группы с таким достаточно интересным федеральным акцентом. Опрос был на тему, как они оценивают перспективу Путина остаться пожизненно у власти и вот эти поправки Конституции. За они или против? Меня поразило, что 74% жителей Бешбуляка, а в опросе поучаствовало почти 10% от 20-тысячного населения Бешбуляка. Так вот, 74% жителей против этих поправок в Конституцию. Вот это меня поразило до глубины души. И только 26% поддерживают поправки Конституции, ну, естественно, из числа проголосовавших. А проголосовало, напомню, 10% от жителей Бешбуляка. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что подобные опросы являются достаточно субъективными, нельзя на них опираться 100%, но вот эта вот развесовка голосов, она, конечно, наводит на определенные мысли. Вообще, неплохо было бы подобный опрос провести в крупнейших группах всех районов и городов и потом посмотреть, как распределяется поддержка Путина по уже более мелким муниципальным делениям в республике, чтобы быть готовыми к тому, наверное, грандиозному результату, который нам даст ЦИК республики Башкортостан. Я думаю, что вот эти результаты, которые мы получим официально 22 апреля, будут зеркально противоположными.